Приветствую вас. Я так полагаю, что речь идет про определенные обиды со стороны мужа, об определенных обидах со стороны вашего супруга. Речь идет об определенных травмах, которые вы получили, и речь идет об определенных ваших разочарованиях, которые сейчас вы ощущаете. Также речь идет об апатии, которая, по моему мнению, также ощущается вами на данный момент. И речь идет о том, что вы не задали свой вопрос специалистам, не понятно, на что именно направлен ваш запрос, то есть, чего я хочу. Вот. То есть, такие вот основные моменты. Я могу вам раскрыть. И, соответственно, похоронили трех нерожденных детей. Что значит, нерожденных не совсем понятно. То есть, вы имеете в виду, что вы три раза беременели и беременность срывалась, если да, то почему? Почему? Означит ли, что три нерожденных ребенка... Означит ли три нерожденных ребенка тот факт, что вы очень сильно хотели забременеть. Если так, то тоже почему? Вы говорите, что вы не развелись. В какой стати вы должны были разводиться, если дети это одно, а ваши отношения сходим это совсем другое. Далее вы пишите, что сейчас я в положении, но никого не хочу видеть, не слышишь. Опять же, что значит, сейчас я в положении. То есть, я понимаю, что вы беременны, но какова субъективная сторона, это самое беременность. То есть, хотели ли вы быть беременны или нет? Ну, ведь в том числе и ваша ответственность заключается в том, что вы забеременели сейчас. Дальше. Не хочу никого видеть, не видеть, не слышать. Ну, здесь ответственно апатия. Возможно, это связано с желанием защитить ребенка, потому что до этого у вас не получалось, я так понимаю, выносить ребенка. Дальше вы пишите, что вспоминаются отношения со стороны мужа. И вот здесь мы подходим, собственно говоря, к концу вашего текста, и дальше ничего нет. Совершенно очевидно, что есть некие обиды у вас на мужа, и в основе обиды лежат ожидания всегда. Поэтому здесь речь идет исключительно о том, чтобы поработать с вашими ожиданиями, которые и составляют основу обиды на мужа. Да? И взять личную ответственность за, собственно, свои ожидания, которые у вас есть. Потому что сейчас, на данный момент, речь идет о том, чтобы вы взяли ответственность за свои ожидания, а ожидание за желание. Да? Пока это не идет. Но с этого вы, очевидно, требуете, ну, внутренне психологически, вы требуете от мужа того, чтобы он как-то вот компенсировал вам, тот, очевидно, негатив, который вы ощущали или ощущаете, который в любом случае был вам причинен. И не оправдывая вашего мужа, я бы хотел сказать, что и вы тоже этот негатив на себя принимали, и вы тоже этот негатив терпели. И вы, собственно, с мужем не развились именно, именно вы. То есть уместнее было бы написать не то, чтобы вы не развились, уместнее было бы написать, что я не развилась, я не развилась. Не мы не развелись, а я не разговариваю, и вот почему я не разговариваю, может быть я чего-то боялась, может быть я чего-то хотела, может быть я на что-то надела, вот это нужно разобрать. Вот в принципе то, что я могу вам сказать, если вы хотите получить более полный ответ, то я рекомендую вам дополнить свой вопрос, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи.